привет друзья сегодня у нас будет ролик болтологический такой сравнительный технический может быть насколько это у меня ума хватит поговорим про две фрезы которые необходимы в общем тарелочные как их называется которые бегают с подшипником и по контуру можно сделать какое-то углубление тарелку минажницу даже кружки я с них делал если смысл переплачивать больше и дороже если значит ли это лучше мое мнение потому что с некоторыми фрезами уже проработал больше года и могу об этом уже немножко как бы поговорить вы выложить свое мнение может быть вам это пригодится может кто-то вообще про эти фрезы никогда и не знал что такие существуют но очень помогают при выборке плавных поверхностей я с ними даже делаю ложки имеете миложки гоня делу ложки этими фрезами кто ролики смотрел элементарно делается очень легко в общем погнали вот они две фрезы вот это фреза ротис диаметром 29 миллиметров там сотами но не принципиально чтобы вы поняли близко в разглядеть их и фреза центы у нее 31 миллиметр диаметр ну и сразу здесь на вот что внешне можете их отличить начнем хотя бы просто общего обзора это длина ну помимо того что не диаметр разница в диаметре 2 миллиметра у них видите разница здесь более острый угол скругление здесь более покат для тарелки для кружки на вот это бы предпочтительно для тарелок минажниц этот радиус дальше немаловажный вариант это длина здесь сильно глубокий предмет вы не сделаете в 10 для них нужно будет покупать отдельно удлинитель дешевая штука покажу сейчас вам как выглядит здесь вот эти разницы в размере существенное практически вот так здесь можно обойтись просто фрезой хвостовик везде на 12 вот той вот и фрезы еще один из вариантов сейчас я вам потому что покажу это все на практике как они выглядят сверху видите здесь фрезы замыкаются то есть они здесь сходятся в одно целое у cmt вот так здесь вот есть пробел помимо того что он они здесь не перекрываются между собой то есть вот здесь есть промежуток сейчас покажу то есть вот здесь промежуток есть между ними ну и еще и вот здесь соответственно если бы не хотя бы здесь заходили вот до сюда вот перекрывали друг друга было бы пол беды но вот этот промежуток мне не нравится это на что больше всего влияет это на заглубление ей приходится естественно заглубляться как обычной пазовой фрезой вводя ее туда-сюда только на таком на таких условиях она начинает заглубляться просто заглубиться нет сам производитель рекомендует перед тем как делать какие-то там типа пуст ну то что вы будете делать тарелки какие-то еще предметы предварительно эти вещи за сверлить сверлом фостнера это ей на выставке видел то есть сверлится куча дырок фостнер и потом только уже по шаблону она ходит тогда и легче гораздо с этой фрезой этого делать не нужно сразу как обычный сверло сверху вниз заглубляется сколько нужно без проблем ну и соответственно выбирает и почему здесь нужно йорк здесь если вертикально в эту фрезу будет опускать она у вас вот здесь это середина упирается то есть остается такое круглое отверстие вы не можете дальше опустить ее глубже пока не начнете йоркс но я сейчас это все покажу это связь с вреза без проблем это делает вот сейчас покажу все это на практике надеюсь будет интересно не отключаемся вот такой еще удлинитель нужен чтобы сделать например кружку еще какой-то предмет обязательно здесь нет уже кровь скафреза стоит для слэбов вот там длина мне по нам понадобилось с этим удлинитель нам пригодился потому что я делаю она право на пара направляющим по рельсам слэбы но скоро ролик будет про карагач про слэб я полностью этой фрезой выравнивал снял на на сантиметр полтора наверное с общей толщины пока выровнял все эти неровности двух сторон ног ты фрезой обычным фрезером и деревянные направляющие все получилось идеально вот здесь фреза естественно подлиннее вот если так все просто стоять будет стоит такая вот у них разница в размере здесь фреза приходит сразу же с подшипником со всеми запчастями здесь ее может и не быть крайне мир в моем случае было именно так вот ну теперь о главном вот эта фреза стоит 4 и больше это фреза 2 700 разница в 1300 в диаметре в 2 миллиметра ну и теперь как бы на ваше усмотрение решать иметь или не иметь как говорится ну такой был небольшой ролик про болтал по болтологии про фреза потому что мне часто про них спрашивают про эту вещь но фреза не дешевский этот сам вариант но очень сильно облегчает работу по копиру любой дсп там из чего угодно можете вырезать идеальный шаблон вы можно не просто даже вырезать можно кареткой то его высверлить как она называется типа балерины всякими такими варещами отверстия фанере и там в любой часть и по нему уже гонять у меня прям набор есть этих всех конструкций там от диаметра на нас с восьмерки и до 14 я уже могу просто прикладывать прикручивать какой-то вещей уже будет у меня готовое готовое изделие даже без чипу для минажниц вещь идеальная вот такая друзья получилась штука надеюсь было полезно поделитесь видео оставьте комментарий сколько такие вещи стоят у вас по крайней мере ваших регионах если вам не трудно и ну ссылочки я на фрезу оставлю где можно будет что-то подобное приобрести если вам это интересно всем спасибо за внимание и пока